Ежегодно главы всех поселений Славянского района дают отчет населению и депутатам о проделанной работе. Участником этих сессий становится и глава Славянского района Роман Сиденговский. Происходит отчет в формате расширенных сессий. Эти мероприятия становятся не просто местом, где глава докладывает о том, что удалось сделать, какие недоработки остались, но и становятся открытой площадкой для диалога между населением и властью. Первый отчет по итогам 2017 года в районе прошел в Очуевском сельском поселении. Очуевское – самое маленькое в районе поселение, как по площади, так и по количеству проживающих здесь людей. Чуть более полутысячи человек проживает в двух населенных пунктах – поселке Очуево и хуторе Слободка. Несмотря на это, в поселении функционируют сад и школа. Есть в Вельшевско-акушерский пункт, налажено автобусное сообщение с районным центром. В Доме культуры работают кружки и организуются праздники. Есть у очуевцев и возможность посещать массовые, зональные и районные мероприятия. Хочется поблагодарить, конечно, администрацию района, которая нам оказывает помощь еще в подвозе жителей на все вот такие культурно-массовые мероприятия. Они отказывают нам в отделении транспорта, и жители могут присутствовать на этих мероприятиях. Поселение полностью газифицировано, обеспечено водой. В рамках своих полномочий, как отчиталась на сессии глава поселения Елена Теленьга, в 2017 году был решен ряд вопросов по уличному освещению, сбору и вывозу мусора, грядированию дорог. Изюминка поселения – песчаные пляжи Азовского моря. Благодаря этому на побережье оборудован полюбившийся многим пляж Оазис, и действуют два здоровительных лагеря – Лебяжий берег и муниципальный лагерь «Ровесник». За лето 2017 года их посетило более 10 тысяч отдыхающих. Для того, чтобы улучшить качество питьевой воды в зоне отдыха в прошлом году, отчуевскому поселению на помощь пришёл район. Мы пробурили новую скважину стоимостью 1 миллион 600 тысяч рублей. Из аварийного фонда администрации района выделены были эти деньги. И, насколько я знаю, сегодня мы пользуемся уже этой скважиной. Задача стояла – обеспечить наши два лагеря детских. Что мы сделали совместно в этом поселении? Наверное, могу сказать, что благодаря поддержке губернатора Кубани Венина Ивановича Кондратьева мы всё-таки отремонтировали лагерь «Ровесник», который три года, наверное, у нас стоял бездейственно. Это порядка 5 миллионов рублей. Чуть больше денег потрачено, вложено непосредственно в эту работу. И всё равно вы согласитесь, что это большой плюс. Основная проблема Чуевского сельского поселения – это отсутствие крупных инвесторов, благодаря работе которых поселение смогло бы получить рабочие места, увеличить бюджет. Из 300 трудоспособных жителей только 85 работают на своей малой родине. Нужно стараться придумывать здесь бизнес, потому что и придумывать, и организовывать, и инвесторов приглашать. Не сильно они идут, но это наша задача. И, как я говорю, раз мы пришли работать в администрацию, я в администрацию района, Елена Витальевна в администрацию поселения, коллеги мои, которые здесь присутствуют, они тоже работают вместе с нами. Поэтому мы, соответственно, должны заниматься организацией рабочих мест, думать, чтобы экономика развивалась. Традиционно после докладов на сессии земляки озвучили главе района вопросы, требующие его помощи в решении. Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, затянувшийся из-за недобросовестного подрядчика. Ремонт дороги к морю, разрушенной из-за разлива реки. Отвод воды от нескольких домовладений. Ремонт локальных очистных сооружений и ряд других. Все проблемы взяты главой района на контроль. По итогам сессии Советом депутатов работа местной власти в Очуевском сельском поселении была оценена удовлетворительно.